Я не могу это слушать, я серьезно, я не могу это слушать. Нет, снимай, не выключай камеру. Это какой-то ужас вообще. Как можно было вот это сделать? И это 21 век.by, экспертиза подъехала. Спасибо вам всем большое за комментарии. Я обязательно вам перезвоню. Мы посчитали нужным обозреть все те наушники, которые вы нам написали. Часть из них у нас уже представлены здесь, часть из них приедет позже, поэтому третьему ролику, разумеется, быть. И сегодня у нас представлены здесь Powerbeats Pro. Это у нас JBL Tune 120. Конечно же, Sony VF1000X. И просто прикола ради Sven E705BT. Мы учли ваше мнение по поводу того, что мы слушали музыку только с Apple-овского кодека. Поэтому сегодня мы будем не только на айфончике все слушать, но и взяли один телефон на Android, чтобы просто сравнить. По-разному ли звучат уши на двух телефонах? Поехали. Начнем мы со Sven E705BT. Почему? Просто так они самые маленькие лежат от меня слева. И очевидно, они самые недорогие, судя по пластику. Сразу видно, что это копия Honor Firepost, по-моему, так они назывались, да? То есть они очень похожи даже вот внешне в коробочке. Песня будет абсолютно та же, что у нас была в прошлый раз. Daft Punk Something About Us. Просто потому, что это уже стало нашей хорошей традицией. Любопытно. Добывает ли такое? Помните, у нас была линейка Xiaomi? Да? Черненькие и беленькие. Так вот, эти ребята звучат покруче. Разумеется, звук тут вообще не идеальный, но, в принципе, о чем мы можем говорить? Ставлю лайк этим малышам. Теперь попробуем подключить их к Android и послушать этот же трек на нем. Яндекс.Музыка даже с нажатой HQ априори звучит хуже, чем Apple Музыка. Вот я понял преимущество этих наушников. У них очень басы прикольные. Для их ценовой категории, я полагаю, что они не очень дорогие, довольно чистенько звучат. Сейчас на вокальчик. И верха прикольная. Ну, ни айс, ни топ. Жить можно. А давайте теперь это же самое послушаем на Android, на Apple Музыке, которую мы скачали сюда. После Яндекс.Музыки, ребята, это да, это прикольно. По-разному звучит Android и iPhone. Это факт. Даже в одном приложении оно звучит лучше, чем Яндекс.Музыка. Называйте меня Эпплофилом сколько угодно. Говорите, что я неоправданно хвалю продукцию компании Apple. Что хотите, говорите. На iPhone наушники звучат лучше. Sony WF-1000X. На самом деле, коробка, чехольчик. Как бы на него не хаяли, не кричали, что он неудобный. Он любопытный. Ну, то есть, где вы еще видели вот такой чехол для наушников? Да, есть нюансы вот с этого штучка, на что она вот так вот закрывается. Видите, там такая система у нас ралетная, да? И здесь щель слишком сильная. И у меня есть подозрение, что это даже какой-то металл. Ой, какие странные ощущения. Они прям болтаются из ушей. То есть, не прилегают плотно, а прям я их воткнул, и они болтаются. Так, вот есть кнопочка включения-выключения, но она никак не реагирует абсолютно на мои запросы. Ну? В смысле? Это карта сокровищ, что ли? На самом деле, друзья, для зарядки их нужно прям втыкать. Вот прям вот так вот силой втыкать до щелчка, и тогда они начинают заряжаться. Хотите загрузить приложение из App Store? Что? Ну, давайте-ка посмотрим, что там за приложение. Настройка 360 Reality Auto, адаптивное управление звуком, далее, далее, далее. Кстати, приложение прикольное, на самом деле. Только зачем отдельное приложение для наушников? Я не понимаю. Анализ формы уха. Анализировать. Снимки вашего уха, снятые с использованием следующего процесса, будут отправлены на сервер Sony для анализа с тем, чтобы обеспечить вам оптимизированное звуковое поле в зависимости от формы вашего уха. Фан-блин-тастика! Вы видите, да, что творится? Пожалуйста, поверните камеру немного влево. Хорошо. Отснятые фото. Отснятые фото. Так, ваше правое ухо успешно захвачено. Начните анализировать свой фото. Начать. Она... Ваши уши. Это очень важно. Теперь у корпорации Sony есть снимки моих ушей. Мне стоит быть аккуратнее и на всякий случай не светить своими ушами. У Sony почему-то раньше звук плохой был. У них просто не было фото моих ушей. Сейчас фото есть, ученые быстро все разработают и сделают звук, который меня и вас удивит. Все, подключили. Включено адаптивное управление звуком. Сейчас мы, кстати, потестим Ambient Sound и, собственно, настройку этих самых шумоподавления. Поехали. Ambient Sound. Включил. Очень сильное искажение на низких частотах. Очень сильное. Бас звучит просто вот не в копейку. Вот просто не туда. Он как будто есть какой-то пич и он очень неправильно воспроизводит бас. Кроме баса остальной звук, ну, обычный. Вообще ничего, ничего особенного, не за что уху зацепиться. А я попытаюсь послушать их теперь еще и на андроиде. Я думал, что эта проблема только здесь была. Нет. С басом проблема и на другом устройстве. Но это невыносимо. Возможно, все это большой обман. И это только нам попалась такая какая-то странная версия. Выбирать, конечно, вам. Все-таки коробочка красивая. JBL Tune 120. Turn on. Почему у меня в разных ушах звук разный? Звук в наушниках зависит от того, как я повернул эту штучку. Не нравится мне это. А как правильно их ставить? Чертовщина какая-то. Господи, как их настрой-то? Я не могу это слушать. Я серьезно. Я не могу это слушать. Как можно было вот это сделать? Стандартный, хороший JBL'евский звук. То есть он характерный. У всех JBL'евский звук характерный. Это очень яркие. Верха, верхняя середина. Прям такой прям яркий. Дышь-дышь. Басы, басовые. Все, по звуку вопросов нет. Есть вопросы только вот по самим наушникам. Или это мои физиологические особенности, что я не могу правильно их настроить. Я не знаю, как я это переживу второй раз, но нам нужно еще затестить их на андроиде. Да, звук хуже. Все, окей. На андроиде звук хуже. Простите. Простите, простите. В общем, мнение по JBL'кам. Достойный нормальный продукт, но меня лично они не впечатлили. Я бы себе такие не взял однозначно. Приступаем к черному властелину сегодняшнего дня. Powerbeats Pro. Об этих наушниках я не знал совершенно ничего до сегодняшнего дня. Зарядка здесь производится лайтнинг-кабелем. Не USB Type-C, не USB мини. Лайтнинг-кабель. Очень дорогой, богатый пластик такой. Коробка великовата. То есть в карманчике вы их носить не будете. Это не те наушники, которые вы прям с собой вот так вот взяли, в карман положили и гуляете по улице. Как минимум рюкзачок вам с собой взять надо будет. Дорогая, ты выйдешь за меня? Однозначно посадка в уши будет максимально удобной, потому что они не только с затычки, но они еще с фиксатором. Все равно не плотно прилегают. Нет такого ощущения, что они прям внутрь залазят. Ну, то есть просто прилегли. Для спорта самое оно. Класс. Громкость регулируется на них. Кнопочки сверху находятся. И они регулируют громкость. С двух сторон даже. Удобно. Раз, громкость. Раз, громкость ушла. Не быстро работают. Эквалайзер стоит на нуле. Басы прям очень плотные, очень обволакивающие, очень мягкие. Очень странно, они напоминают мне вот что. Прям AirPods Pro, вот серьезно. Серединка сразу не та, не та. Иначе звучит. Звучит достойно, нормально, нормально. Не идеал, в нем есть, разумеется, грехи. Не хватает мне и стереобазы, пространства какого-то. Звучит очень мягкая середина, мягкие басы, хорошие, глубокие. Не врут по верхам. Достойный вариант. Есть у меня ощущение, что они стоят дороже, чем все здесь представленные. Ну, просто по внешнему виду и по звуку. А еще что удобно. Например, в этих джибельках тут тоже есть кнопочки, да, в них встроены. Так вот, чтобы нажать, нужно было прям вдавливать наушник себе в ухо. Здесь очень мягкая кнопка. Она аккуратненько кликает. Я не ощущаю абсолютно никакого дискомфортно. И качелька регулировки громкости тоже находится вот здесь вот сверху. Заядлым спортсменам, любителям рэпа, хип-хопа, везде, где есть прям жесткие, хорошие качевые басы. Это вот, ребята, это все про вас. И еще. Вы слышите, да? Немножко мы помучились, но все-таки подключили их к Android. И вот в Яндекс.Музыке включаем мы этот же трек. Звук такой же, как и на айфоне, только само качество мелодии, качество звука просто ниже. По-разному звучит Android и iPhone. Это факт. Даже в одном приложении. Оно звучит лучше, чем Яндекс.Музыка. Однозначно. Ну, по качеству композиции. Называйте меня Эпплофилом сколько угодно. Говорите, что я неоправданно хвалю продукцию компании Apple. На айфоне наушники звучат лучше. Одни и те же. Готовьте свои помидоры и желтые кубики. Что мы выяснили? Компания Beats была основана рэпером и продюсером Доктором Дре. А с 2014 года компания Beats является подразделением компании Apple. Выводы! Сперва я, разумеется, разложу наушники по качеству звука, как мне показалось. А после этого, самое интересное, я их разложу по внутренним ощущениям. Какие мне больше всего понравились, какие мне больше всего не понравились. Итак, качество звука. Свен идет на последнем месте, затем идет Sony, затем JBL, затем идут Beats. Относительно наушников, которые мы тестили в прошлый раз, я бы их разместил примерно так. Вот вам графическое расположение наушников по шкале Серикова. Теперь, значит, по личным впечатлениям и эмоциям. Антиэмоции сегодняшнего дня наушники Sony VF1000X, потому что это вообще лол что? И затем JBL, которые меня вообще никак не тронули, кроме того, что абсолютно неудобно сидят в ушах. Вот это вот что такое? И это кнопка, которая вдавливает тебя прямо в барабанную перепонку. Непонятно. Остается у нас двое наушников. И теперь какие же из них займут следующее место? Ни за что не догадаетесь. Это Sven. Потому что они, видимо, не очень дорогие, но очень меня удивили по звуку. Когда ты берешь вот такие вот дешевенькие наушники с дешевым пластиком, втыкаешь в уши и слышишь какой-то даже более-менее какой-то нормальный звук, ты такой типа вау, а они такие типа еее. Поэтому они занимают заслуженное вот такое место. Ну и лидер сегодняшнего хит-парада. Тоже далеко не идеал, абсолютно нет, но кому-то они понравятся. Это Beats, Power Beats Pro. Вот они у нас сегодня. Самое первое место и по качеству звука, и по личным ощущениям. Ну, короче, с вами был Саш Сериков. В 21.0.2 экспертиза подъехала и специальный бонус для всех моих хейтеров. Ребята, нельзя купить дешевые наушники и надеяться, что они будут крутыми. Ну вот так устроена жизнь. Только если это не Sven, конечно же.